Привет всем! То, что мы отсняли с Владой уже очень давно, мы не могли показывать во блоге, потому что я участвовала в проекте «Моя мелодия», где мы делали подарок. Сюрприз человеку, который не должен ничего был знать и догадаться заранее. Соответственно, вы посмотрите сейчас, как мы готовились к этому проекту. А что там происходило за кулисами, в гримерке, как обычно. Приятного вам просмотра! Целую всех, обнимаю, оставляйте свои комментарии. В денёчек добрый. В Москве опять наступила весна. Журчат ручьи. Журчат ручьи, слепят лучи. И дает лёд, и сердце тает. Но солнца нет. Выходили из подъезда, у нас там такой микропотоп. Ну, хочется, конечно же, чтобы растаило всё, чтобы солнышко светило. Зима закончилась. Ставьте мне лайк, пишите в комментариях, кто хочет, чтобы зима быстрее закончилась. Мы едем сейчас на главкино. Там съёмка нового проекта, в Адмеде. Там целый номер какой-то. И едем. Ой, ну я вообще такая, конечно, развалюха. У меня, ко всему прочему, добавилась теперь мышца, из-за того, что я часто кашляла. И так мощно. У меня заело мышцу на спине. Ладно, мне сейчас склеила пластырь. Я ни рукой толком не могу ни нагнуться, ни разогнуться, ни кашлянуть нормально. Пенсионный фонд России. Где-то мало что он наше. Там очень много людей. Я пока не понимаю, куда идти. Ольга, что нового у тебя? Я не знаю. Не знаю хорошее состояние. Я вот что привезла. О, телепрограмма. Что у нас новое? Работаем, продумаемся весне и поднимаемся. Не болеешь? Пока нет. Я ей написала, я говорю, Оля, будь в маске. Она думает, а я такая. Я думаю, ну и фиксирую, я тоже буду в маске. Завтра такие, алло, как ты? Это-то не сразу проявляется. Оно постепенно, да. А, да? Да. Сразу в мойку, да? Да. И целых две раковины. Кому две раковины? Надо вам? Ну, ты машь руки, я маю руки, Оля, мыть голову. Для троих, да. На троих сообразим. Приятного. Оля, это надо снять. Если вы не знаете, как греется чайник иногда в брюнорках, вот. Хорошо. Чай, индийский чай, грузинский чай, грузинский чай, и голмаз чай. Рыба и сверху, что это, тыквенные семечки? Пюре-шка этого и овощи. Приятненько. Итак, я готова. Что-то японское. Ну, кимоно такое, да, у нас. У меня есть похожий костюм, синий. Смотрите, моя закройка в билет. Гляньте, какие сережки сейчас. Кстати, знаешь, от чего это? Из тонкого дермантина, по-моему. Коза. Тепло в нем будет. Нет, что-то. Мне хочется всегда радоваться. Ты меня снимаешь не с той стороны, не с моей рабочей. Что? Я снимаю тебя слизу, с твоей рабочей. Вот спасибо. Лодка с батарееком принести. Главное длина, что мы опять увидимся. И еще дальше начнем знакомиться. Дальше вообще работаем, че-то. Мы на другом, что мы можем. Мы все сделали, все отсняли. Слава богу, я не свалилась из этой лодки. Не запнулась, потому что я больше всего боялась, что у меня длинные полы этого платья или рукава заденут что-то. На репетиции такое было, поэтому я переживала. Но ничего, все было хорошо. Я еще и покрутилась в конце. Это не запланировано было. Не запланированная акция. Но получилось красиво. Этот костюм очень красивый, но из-за того, что это тонкая эко-кожа, я в нем просто сварилась внутри. Я когда переодевалась, ну, меня можно было нарезать на кусочки. Кушать я приготовилась. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Такая, знаешь, курочка в этой оберточке. В общем, всем спасибо огромное. Получится классный номер. Смотрите, мы, кстати, выложим это все уже после того, как вам покажут. Не можем раньше, потому что все это сюрприз. Так, давай. Welcome. Добрый денечек. Кулечек. Какие еще у нас есть? Сапожочек. Сапожочек. Я еду, опять же, на репетицию. У меня ничего не меняется, потому что уже вот концерты на носу. И еще два у нас добавилось. 6 и 7 мая. Краснодар и Ставрово. Продолжаем готовиться к этому всему мероприятию. В Москве странная погода. То солнце, то дождь. Ну, и травка, кстати, зеленая вот начала проклевываться. Что не может не радовать. Вот такая вот странная погода. Что-то срывается с неба. Вот Влада решила играть на гитаре. Привет всем. А еще Макса нет, да? Нет, пока нет. Ну, ладно, я пока хотела все равно на барабанах потренироваться. Так. Да. У нас есть танцор в коллективе. На секундочку. И это не Андрюша. Это Андрюха, да. Это Андрюха. Еще не хватало. Андрюха там закрутил с баракасиками. Давайте дальше у нас не так. Давайте дальше у нас не так. Дальше у нас не так. Для тех, кто интересуется, это яйцо. И отдал мне его Андрюше. Он сказал, пользуйся, пожалуйста, держи. Ну вообще это шейкер, мини-шейкер такой, микро-мини. Потому что если мы берем большой шейкер, вообще как-то некрасиво звучит. А вот яичко очень красиво. Я отрезал себе палец, склеивал пластырем, сейчас вознемогая боль просто. Илья. 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 вообще? Можете мне объяснить? Влада, короче, ты узнай про грузчиков. Вот эти двери, они вечно норовят меня убить. Мы приехали на съемку на канал Мусто-В. Сейчас мне еще надо переодеться. Ну вот, например. Ну да. Субтитры сделал DimaTorzok Мы ждем очередного мотора сходить. Всем привет! Подписчики! Ну скажи, что не два слова каких-нибудь там на самом деле я очень рад тебя видеть. Это первое. Мы не так часто пересекаемся, но вот благодаря различным съемкам и мероприятиям мы частенько где-то, где-то, где-то да и видимся. Скажу так, что вижу крутые песни, вижу крутые клипы твои, вижу твои крутые влоги, вот, поэтому желаю такого же крутого контента, потому что сейчас любой даже самый такой-то уже опытный музыкант, там, не знаю, артист все равно, он по чуть-чуть превращается в блоггер, в какие-то моменты, чтобы трансировать свою жизнь, потому что без этого сейчас никак век технологии разделяем. Поэтому наслаждайтесь, Юльчику Савичу, и только на ужинах, да, плюс так, но еще и вот на видео. Очень спасибо, грохот. Закончили съемку. Я, наконец, дышу воздухом, потому что там просто жарища и гухотища была. Что я вам могу сказать про свои впечатления? Программа интересная, про воспоминания 2020 года было, и про моду этих времен. Очень рада была с Хабибкой увидеться. Так что я вам напишу в соцсетях, когда смотреть это на Мустовы. Целую. Как впечатления? Не, высоковато, целую. Привет, ребятушки! Вы удивитесь. Стоило мне что-нибудь придумать интересное. Как-то вот хочется где-нибудь поучаствовать в каком-нибудь мероприятии таком, которое совершенно мне не свойственно. Тут же приходит запрос там сверху. И меня приглашают поучаствовать в короткометражке. Это выпускники киношколы, ученики Бондарчука. Они сейчас будут снимать короткометражки на конкурс «Чайка». Этот конкурс, я так понимаю, проводится каждый год. И в этом году МХАТ исполняется сколько-то там лет. По поводу этого всего будет проводиться еще и этот конкурс совместно. Меня позвали там на роль. Я почитала сценарий, мне понравилось. Единственное, что сложно учить знаки глухонемых. Мне нужно было не один, не два выучить знака. Много реплик. Самый сложный был угадайте какой. Вроде так просто звучит. Меня зовут Настя. Но по слогам Настя на жесте глухонемых это очень сложно. Поэтому это пока что самое сложное для меня. Но я за полтора дня вроде как выучила. Но это же, понимаете, нужно естественно делать. Вроде как я с детства вроде там по сценарию глухонемая потеряла слух. Соответственно, я должна это делать очень просто. Но, видимо, как просто не получится сразу. Еду в предвкушении. Интересно, что будет. Вот там этот пункт. Я поняла. Ну, Влад, ты мне не сказала про паспорт. Ни на секунду не сказала. Он лежал у меня на видном месте. Если бы ты мне сказала... сказала, проблем нет. Итак, нам дали бумажку. Мы прошли. Меня пропустили. Какая у вас интересная худи. Повернитесь. Мне надо заснять. Ага. Администрация. Вот так вот понятно, чтобы было все ясно. Предельно ясно, чтобы все было. Вот это мне... О! Будет несколько ракурсов. На эту всю сцену у нас 55 секунд. Вот мы уже делаем. Ага. Я буду стараться вот это все показать. Нет. Это сложно. Самое сложное, знаете, что для меня было? Меня зовут Настя. А, вот это... Вот все. Это просто вот... Вот так было. Поэтому я постараюсь, конечно. Из-за того, что там Настя очень быстро буквы меняются и все это в руке вот в одной, все это сложно. Реально. 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 колбасу заносит чувствуется не студентом ездил так начинается голодный как сволочь а там они как разложат все то курицу то сало сало это лучшее на кусочек колбаски у тебя лежали на столе Юнка готова? камера мотор мы как раз едем по кастролю у нас два концерта и мы очень долго готовились там новая сольная программа и тут вдруг мне такое предложение приходит ну ладно отвлекусь самое интересное что когда я разговаривала с вашим мужем получилось так что вот эта локация выстречила свободно вот через десять минут ее не было три недели она была обратилась вы знаете что я просто сидела в таком состоянии ну мягко говоря не очень веселом если честно я рыдала сидела знаете бывает так накатывает что-то и вдруг приходит это предложение такое ну вот же наконец что-то новое это от туба как раз я позвонил он говорит да у нас есть какие часы свободные там вот за десять минут до вас заканчиваете господи а вот Влада знает у нас так часто приходится наклонись вперед ты пытаешься понять что это еще интересная девушка такая ну интересная же правда давай я тебе нет ты не тот самый это не тот фильм это не брат ты не брата ты только она взяла первая куртка нет да 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 ты ты тебя у тебя идет ухо не глаза с а вот собственно говоря режиссер выпускник да еще не выпускник еще студент так и сколько еще объявлению киношколы еще целых полтора года расскажите людям они вообще не в курсе что это я вдруг здесь каким образом вы меня пригласили и для чего был константин хабинский объявил конкурс посвященный 125-летию театра мхт это в этом конкурсе участвуют четыре московской киношколы и нужно снять короткий ролик я представляю школу бондарчука индустрия режиссерский факультет да зовут меня Леонид 125 секундный ролик который посвящен теме чайка собственно говоря содержание может быть любое но история и развитие на усмотрение конкретного режиссера и конкретного автора и в нашем варианте нам очень приятно что Юля согласилась участвовать мы надеемся что итоговый ролик получится такой какой нам нужно и займет достойное место да я тоже вам этого желаю чтобы вы хорошо все досняли потому что ну вы поняли да как это все происходит всего там 5 секундные или сколько 50 секунд 50 секунд ролика а сколько и два часа веселых приключений да а главное я выучила жесты я теперь буду до конца жизни помнить спасибо вам за приглашение и будем ждать с нетерпением что получится вам большое спасибо за участие огромное спасибо все пока пока всего доброго нам решили провести экскурсию по этому волшебному месту а вдруг мне захочется где нибудь что нибудь снять для себя поэтому посмотрим давайте начнем гримёрку ага здесь гримёрка тут гримёрка да здесь у нас много разных костюмов а то есть еще для чего нибудь можно и костюма у вас попросить да 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 классно спасибо так тут и снимают и гримируют это коридор он съемочный заиграется а это как будто бы класс да это школьный класс да но вот эти панельки они меняются то есть может быть больница может быть КПЗ что угодно вот эти тоже снимаются и они становятся просто бежевыми вот для тех кто не знает как снимают кино вот пожалуйста ага какая прелесть вы это видели захотелось сесть попить чай кофе баночки посмотри как в Советском Союзе где а, точно у меня дома такие были да у меня тоже как то не ну вот сверху уже современные А какой холодильник! Здесь настоящий работающий. Класс. Но она рабочая такая? Да, да, нам сказали, что все работает. Да, холодильник, все-все работает. Прикинь. Мы здесь кушаем, конечно. О-о-о! КПЗ-шка! Класс! Дежурная часть! Вот это мое место, я здесь. Она просто хотела работать вообще в этой сфере. Но работает по другую сторону. Она решила так. Оттуда наблюдают. Тут еще есть вход в эту маленькую комнату, где дежурная часть. Прикольно. Мне нравится. Так кто совсем хочет поработать. И тут как раз вот эти вот стулья зеленые, их можно выставлять в коридор, если в коридоре тоже снимают. Ну да, да, да. О-о-о! Оказывается, здесь полиция! Это тех, кто глюцинаином обьется. А посмотрите направо, да. А посмотрите налево. Все, вот вам и все. Это все построено. Это типа Алиса в стране чудес, что ли? Да, да. Там даже в курсе есть. Угу. Вижу. Алиса еще могут не нравиться. Кто? Фильм ужасов. Так. Та-дам! И главное, там вот напротив такой вид открывается. Это что-то. А это что? Это типа лофт. Да, вот с правой стороны лофт. Тут очень много разных старых техники. Какие-то аппараты, пищевые машинки и так далее. Угу. Ну, вообще полезное место у вас. Спасибо огромное. Будем знать, Влада, это очень здорово. Мы героя главного не сняли еще для Волга. Как зовут-то тебя, господи? Меня Женя зовут. Женя. Ну, в реальности. В реальности. В реальности. Женя зовут. Женя. Расскажи, как тебе со мной сниматься. Вообще замечательно. Вообще в целом-то как ты попал сюда? Ну, на сроки. У меня есть своя группа. Мы играем рок. О-о-о! Так, что за рок? Где послушать, рассказывай. Я там напишу. Группа называется Кипиш. У нас есть пока две песни, но скоро мы выпустим альбом. Мы играли просто на улице. Меня встретил Леонид. Сказал, что у него есть вот такой вот проект. Ну, если коротко. Ничего себе. То есть ты даже не актер. Я вообще никоим образом к этому не отношусь. А я-то думала. А вон оно чего. Сначала все началось с того, что нужно было песню снять. И в итоге мы здесь. В итоге главный герой вот у нас организовался. Видите, как мир-то бывает? Вот судьба как складывается. Вот так что я все-таки думаю, что что-то в этом есть. Для чего-то это все будет. Так что всем спасибо огромное. Еще раз вы поехали. У нас коленца. Спасибо. До свидания. Да, тут вся команда. Класс. Каста. Ужать на якоре, чтоб оно не взлетело. Так-так. Сочиняй мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Ну да, спасибо. Было интересно. Шансов, что скоро будет все сбываться. Уже.